Всем привет! Меня зовут Индира Колыбаева, я соавтор и соведущая подкаста Фома Дома. И сегодня я пока не разобралась, кто у кого в гостях. Вроде как и я в гостях у Астана Хаба, и вроде как Астана Хаб в гостях у нашего подкаста Фома Дома. У нас получился такой кроссовер, потому что предыдущий эпизод мы записывали с Амирханом Амаровым на тему стартапов, на тему инвестиций, поиска инвестиций для стартапа. И сейчас такое очень логическое продолжение. Все-таки вопрос звучит ребром. Как найти финансирование на свой стартап? И сегодня мы говорим с представителем Астана Хаба, с управляющим директором Абай Абсамет. Сегодня мы хотим... Амирхана уже пытали, теперь хотим, Абай, тебя пытать. Все-таки где деньги? На наши движники. Ну, идея в чем? Идея в том, что, я думаю, очень многие слушатели нашего подкаста Фома Дома вдохновились примером Амирхана. И сейчас, пока вот этот, можно сказать, куст железа, пока горячо, пока этот энтузиазм не остыл, мы бы очень хотели рассказать, какие программы поддержки в Казахстане существуют, потому что я знаю, что их очень много, и Астана Хаба там живу этому до хозяйства. Поэтому давай, во-первых, расскажи, пожалуйста, о себе, и во-вторых, расскажи об Астана Хабе, о вашей глобальной миссии. Привет, добрый вечер. Рады встречать Индиру у нас в гостях, и в то же время рад быть в гостях в подкасте у Индиры. Да, такая интересная коллаба, интересная тема, на самом деле. Вот ты про Амирхана Амарова отметила. На самом деле, основной задачей Астана Хаба является в том числе и популяризация, чтобы вдохновлять молодежь, вдохновлять предпринимателей, запускать свои стартап-проекты. И в целом наша миссия звучит как развитие IT-стартап-культуры, IT-стартап-индустрии в Казахстане для усиления в целом экономики Казахстана. Мы, исходя из этой миссии, выстраиваем свою деятельность. И если говорить про вдохновляющие примеры, с каждым годом в Казахстане становится все больше и больше. Появляются ролевые модели, которые показывают своим примером, что стартап это не так страшно, это тяжело, согласен, есть определенные барьеры входа, нужно поставить на кон свое время определенные средства, замотивировать команду, следовать за тобой, за твоей идеей. Но в конце концов это должно окупиться, если ты не бросаешь, следуешь своей идеей и пытаешься внедрить свой продукт, который принесет пользу миру и решит какие-то боли. Ну, круто. Давай тогда еще шаг назад сделаем к все-таки миссии, да? Потому что я думаю, что немногие слушатели, ну ладно, все слушатели и ваша аудитория, это понятно, там уже такая горячая и все про вас знают. Давайте будем думать про Фома дома тоже, да? Там включили подкасты, там какой-то Астана Хаб, что это, где это. Давай начнем, да, по порядку, вот этот там технопарк. И я вот выписала с вашего сайта глобальная миссия Астана Хаб стать центром развития инновационных проектов, выпускать прорывные IT-компании, а также стать очагом для протяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира. Очень крутая миссия, понятно, чем вы сами горите, как вы других зажигаете, да, какие у вас тут очаги полыхают. Но я хочу понять, как вы треките свой прогресс, да? Для меня было, наверное, откровением, что вы относительно недавно открылись, да? Вот настолько границы времени стерты, да? Я думаю, Астана Хаб был там всегда, да? На практике у нас экспо было всего лишь там, получается, пять лет назад, и Астана Хаб запустили с 18-го, да? С 18-го года. Я хочу понять, как вы отслеживаете прогресс, что вы в том направлении движетесь, какие KPI вы для себя ставите, и вот в какой момент ты как руководитель, да, один из руководителей скажешь, блин, да, мы красавчики. То есть я как обыватель думаю, ну, наверное, когда одному казахстанского единорога мы выпустим, да, для наших слушателей единорога – это компания с капитализацией в миллиард долларов, да, то есть оценочная стоимость компании – миллиард долларов, тогда, наверное, все такие «вау, все получилось», да? Вы к этому идете? Или есть какие-то еще дополнительные такие социальные бенефиты, которых в том числе ты упоминал? Да, мы пользуемся вполне понятными метриками в части нашего целеполагания. Если говорить про конкретные цифры, то у нас большая амбициозная цель – нарастить объем IT-экспорта, вот именно казахстанских продуктов, до 500 миллионов долларов к 2025 году. И есть еще такая неформальная наша внутренняя цель – это, скажем так, способствовать созданию как минимум одного единорога. Да, может быть, и не в самом Казахстане, потому что рынок относительно маленький для единорогов. Может быть, это будут фаундеры с корнями из Казахстана, которые в том числе начинали отсюда, инкубировали свои проекты здесь, привлекали инвестиции в наших площадках, получали весь суппорт и вышли на глобальные рынки. Это такая наша внутренняя цель, мы ее все в голове держим, и для этого мы создаем критическую массу стартапов, чтобы они, скажем так, вместе способствовали достижению там поставленных нами кипяй. Если говорить про, что мы для этого делаем, да, есть разные направления деятельности. И ты правильно сказал, если возвращаться к истокам, мы были созданы формально в 2018 году. Ранее годом эта идея пришла нашему первому руководителю Макжану Мадиеву, далее он начал ее развивать, убедил высшее руководство страны, да, что такой хаб нужен стране. И, в принципе, с тех пор уже за четыре года, ну, если брать динамику по ключевым цифрам, по ключевым показателям, она показывает такой экспоненциальный рост. Как мы ее отслеживаем? В первую очередь для нас, у нас есть налоговый режим, налоговые преференции для IT-компаний, компаний с IT-составляющей. Мы оцениваем по количеству наших резидентов. На сегодняшний день их уже почти 800 участников. Из них около 10% основаны нерезидентами Казахстана, то есть зарубежные компании, можно сказать, которые стали резидентами Астана Хаба. Их в прошлом году, к примеру, в 2021 году они заработали 390 миллионов долларов совокупной выручки. Из них 129 миллионов была экспортная выручка. В принципе, за, вот как я уже отметил, за эти годы прирост по количеству резидентов, прирост по их выручке совокупной, по экспортной выручке, он достаточно такой высокий. Вот это вот как бы одно из направлений. Самое, конечно, для нас основное – это создавать воронку новых стартап-проектов. За, опять же, 4 года были проведены инкубационные программы, акселерационные программы. Из инкубации выпустилось порядка 250 проектов. Из программ акселерации – более 200. То есть, в принципе, на рынке сейчас есть часть продолжает существовать, часть преорганизовалась в нечто другое, потому что для стартапа это нормально – сделать пилот, какой-то спин-офф, запустить какой-то новый продукт, поменять стратегию, бизнес-модель и так далее. Часть, конечно же, прогорела. То есть, сама специфика рынка стартапов, венчурной индустрии, что выживают не все. Пробуй, пробуй, иди опирай. Да, выживают не все. Поэтому создание критической массы IT-стартапов – это тоже одно из основных направлений. Для этого у нас есть куча программ, можем подробнее поговорить. А если дальше продолжать укрупненно говорить про то, на что мы метим, для создания этой критической массы IT-стартапов и IT-компаний, нужно создавать в целом, привлекать таланты. Поскольку мы международный технопарк, мы привлекаем как внутри Казахстана эти таланты в IT-экосистему, так и из-за рубежа. В принципе, это нормальная практика. Сейчас глобально во всем мире охотятся за талантливыми программистами, специалистами, IT-специалистами, компаниями, за единорогами, за технологическими большими транснациональными компаниями. То есть, такая конкуренция идет. Все пытаются предложить им более лучшие условия. Так, давай сейчас на несколько частей поделим. Про экспортную выручку, наверное, чуть позже поговорим. Вообще, что это такое и почему это важно. Сейчас я хочу понять про воронку. В одном из интервью Макжана Мадиева, кстати, вообще у Макжана тоже отдельная интересная история. Я как пользователь на Мики и Зет каждый раз думаю, как здорово, что это все реализовалось. И классно, что именно человек с опытом вообще в запуске нескольких стартапов возглавляет. Потому что, если ты на своем опыте не знаешь, если ты какой-то там махровый бюрократ, бывший дипломат или, не знаю, кто там, депутат, и вдруг решил заниматься стартап-тусовкой, ну, наверное, шансы на успех очень маленькие. Получается, в одном из интервью Макжан сказал, что ваши консультанты предрекали, что на первых порах, когда вы только запуститесь, вам будет легко, потому что там поле непаханное, и людей, которые какое-то время там ходили, обдумывали свои идеи, после того, как вы там запуститесь, они тут же к вам прибегут, уже там с готовенькими идеями, и вам нужно будет только успевать этот урожай собирать. Но дальше все, вы урожай собрали, все в поле вспахали, и нужно ждать, когда вот зайдут вот эти там новые-новые росточки. Это как раз то, о чем ты говоришь про критическую массу. И когда мы говорим о воронках, ну, не хочется говорить про переход количества в качество, да, но на практике так и есть, да, то есть вы очень там широким плугом это все сеете-засеваете, там очень много у вас действительно программ, давай про них, наверное, отдельно позже поговорим. И на выходе я уже сейчас вижу, да, что вот то, что вы там сеете-засеваете, оно уже дает плоды, да. Просто для наших слушателей я хочу сказать, что, во-первых, резиденты технопарка – это открытая информация, да, можно зайти на сайт и посмотреть там полный список. Там будет, кстати, список, кто уже не резидент, да, то есть вы, как это называется в статистике, сувайв ошибаясь, да, когда кто-то отвалился, и мы уже перестаем трекить, такого нет, там есть полный список, и можно наглядно увидеть то, о чем Абай говорит, да, что не каждая птица долетает до середины Днепра. Вот, и я читала статью о том, что вот есть некий список успешных стартапов, которые в 21-м году, там, вот топ-топ компаний, которые привлекли финансирование на общую сумму, там, по-моему, 8 миллионов долларов, да, казахстанские стартапы привлекли финансирование. И по объему финансирования, вот, там, и Jet Sharing, и, как правильно перенести, Серебро, да, Серебро, и 100 грамм, и Clockster, и ApartX, да, то есть каждая из этих компаний Jet Sharing привлек 3 миллиона долларов, Серебро привлекло 1 миллион долларов, 100 грамм привлекли 700 тысяч долларов, Clockster 450, ApartX 400 тысяч долларов, да, и все они, это как раз резиденты Астана Хаба. Вот здесь я хочу понять, как это сказать, там, причину и следствие, да, то есть они привлекли эти деньги, это потому, что они резиденты Астана Хаба, или они могли бы это сделать и без вас, да, то есть в чем, вот, в чем конкретно вы им помогли, какие условия создаются для компаний, чтобы достигать таких, там, ну, крутых результатов? Ну, перечисленные тобой проекты, они так или иначе пользуются сервисами Астана Хаб. Кто-то является налоговым резидентом, получает преференции, это дает возможность ему реинвестировать, экономить на, там, налогах и реинвестировать, там, в свое развитие. Более конкурентоспособным. Становится более конкурентоспособным, да, получать преимущества. Кто-то проходил, там, наши акселерационные, инкубационные программы. Есть часть проектов, которые еще в первых потоках, там, в 18-19 году в Хабе проходили вот эти вот все программы, где их учили, как, там, тестировать свою гипотезу, как налаживать каналы продаж, как готовить, там, материал, там, питчдек и привлекать инвестиции. То есть все вот эти вот знания они получали здесь, в Хабе. Ну, конечно, не хочется, там, полностью присваивать заслугу и говорить, что, там, без Хаба эти проекты бы не стрельнули. Это, конечно же, там, львинная доля зависит, да, от самих основателей, ребят. Потому что сильные предприниматели, сильные основатели, они и сквозь асфальт, как листочек, как росточек прорастут и без какой-то экосистемной поддержки. Но в целом, используя, да, там, вот эти вот все механизмы, льготы, преференции, поддержку асанахаба, они где-то допускают меньше ошибок, где-то, скажем так, экономят время, да, на каких-то других вещах. Их путь, можно сказать, менее тернистый. Их путь, может быть, да, менее тернистый. И вот задача асанахаб, мы как институт развития считаемся, да, вот как раз-таки подкладывать соломки максимально, где это возможно. Вот, поэтому и примеров таких, на самом деле, много. Сейчас вот отрадно, что на рынке сделка 500 тысяч долларов, миллион долларов, в принципе, считается это типа норма. Есть, с одной стороны, люди, которые готовы в это вкладывать, есть стартапы, которые готовы эти деньги утилизировать и развиваться дальше. Вот, если, допустим, может быть, года два-три назад привлечь там 500 тысяч долларов, это было что-то вау, круто, это все только об этой сделке говорили. Сейчас эта сделка, ну, как бы эта новость пролетает чуть-чуть, может быть, даже мимо, потому что это становится каким-то уровнем нормы. Сейчас, конечно, стоит там задача уже привлекать фонды из-за рубежа, изнутри, да, чтобы создавались, чтобы заходили на более таких серьезных стадиях, уже на пассивной стадии, где, как правило, идет финансирование там от миллиона до трех миллионов долларов. Ну и потом уже следующие раунды там, series A, B, C, D, это свыше трех миллионов долларов. Ну и, конечно же, мечта это там, чтобы был доступ к IPO, чтобы стартапы уже настолько экспансировались, чтобы они уже сказали, что мы готовы к выходу на IPO, на какие-то биржи, да, и привлекать уже деньги там и масштабировать свой бизнес. Да, а там и до единорога, да? А там уже, да, и до единорога, в принципе, недалеко. Ну, тоже здесь прокомментирую в части образовательного контента, да, он тоже эволюционирует. То есть то, что получали стартапы там на акселерации инкубации там 4-3 года назад, сейчас уже это все модифицируется. Сейчас это намного все лучше, в том числе привлекаем экспертизу извне. Вот в прошлом году мы там стартанули, у нас был один батч совместно с Plug&Play. Это большой американский бизнес-инкубатор, но он мировой, считается мировым. Из него вышло там порядка 40 единорогов, то есть они инвестировали, развили по всему миру. Вот, то есть считается таким, ну, бренд-нейм очень серьезный. В прошлом году мы провели с ними совместную акселерацию. И есть стартапы, есть IT-компании, которые являются выпускником этого батча. Когда пошли они, условно, за рубеж, на какие-то зарубежные европейские рынки, когда они говорят «Казахстан», там немножко не совсем понимают. У них там неправильная парадигма, стереотипы, типа «Где Казахстан, где IT?». А как только они говорят Plug&Play? Да, они говорят, а мы выпускники Plug&Play, он открывает им двери. То есть этот бренд-нейм, он все-таки как бы дает о себе знать. Вот, если говорить там про дальнейший прогресс, то в этом году, буквально весной, там на нас вышел Google for Startups, они решили с нами заколлаборироваться, выбрать нас региональным партнером по Центральной Азии. Туда еще вошел Азербайджан и Монголия. Вот, и чтобы мы здесь проводили акселерационную программу совместно с Google for Startups. То есть это будет не разовое, да? Это будет не разовое. Это будет на постоянной основе. В этом году мы хотим успеть два провести батча. Если говорить про первый батч, то уже 15 стартапов отобраны. В принципе, мы пресс-релизы выпустили. Получили всего 330 заявок. Что удивительно, получили очень много заявок из Киргизии, из Монголии, из Азербайджана. То есть оттуда комьюнити уже подключились. Туда максимально мы старались до них достучаться. Сказать, что вот есть такая возможность, не выезжая из региона, поучаствовать в акселераторе совместно с Google. А он будет онлайн, да? Он будет в офлайне. Он будет в офлайне. Три месяца, 15 стартапов было отобрано. Через три месяца будем подводить итоги. Но ожидания такие, что эти стартапы, они с таким международным потенциалом. То есть у нас нет задачи их как-то здесь, чтобы они осваивались и останавливались на своем развитии. У нас задача дать им максимально такой международный эксполжер. потянуть нетворкинг из Google, потянуть сильные воркшопы, сильных экспертов, менторов. Ну и чтобы этот бренд-нейм Google открывал двери за рубежом. То есть задача такая. И это как бы одна из тех задач, которая служит самой большой целью – нарастить объем IT-экспорта. То есть мы, грубо говоря, помогаем выходить стартапам на зарубежные рынки, экспонсироваться, масштабироваться. Слушай, ну очень круто. Ну вот с точки зрения экспорта, да, я вот услышала, и мы, наверное, про это тоже подробно поговорим, про налоговые преференции. То есть я знаю, что у вас тут такая зона свободная от налогов. Нет ни ДЭС, ни КПН, ни налогов с нерезидентов. И есть также преференции, точнее, некие там льготы и помощь в привлечении иностранных экспертов. То есть там дается на 5 лет, мне нужно выезжать, чтобы рабочую визу продлить. И вот как это слышит обыватель, да? Обыватель слышит так, что-то там делают на казахстанские деньги, налоги не собирают. И тут я хочу правильно донести, что такое экспортная выручка, да? И что значит, что в 25-м году экспортная выручка будет 500 миллионов долларов, да? То есть с одной стороны мы сейчас, может быть, какие-то недополучаем налоги. Эти налоги потенциальные, да, предприниматели реинвестируют в свой бизнес. Но к чему это приводит, да? Что они создают некий продукт, который пользуется спросом не только в Казахстане, но и за рубежом. И, соответственно, там вливает деньги из-за рубежа за счет конкретно этих продуктов. Давай вот про вот эти примеры расскажем, да? Ты уже упомянул 129 миллионов тенге, да? Долларов. 129 миллионов долларов, прости. Какие это примеры, как это работает? В чем была поддержка, да? Окей. Ну, если говорить так макроэкономически, то объем, структура IT-рынка в объеме ВВП, она оценивается там меньше 1%. Но это катастрофически маленькая цифра. И понятно, что нужно эту отрасль как-то стимулировать ее развитие. Я понимаю, если бы государство сняло налоги с каких-то более жирных отраслей, да, и тогда... С нефти. С нефти, да. Тогда можно просто зубы на полку. Были бы вопросы большие. А отрасль, в принципе, она сама не развита, и она сейчас большой вклад в какую-то налогооблагаемую базу внести такую существенную не может. Ее нужно, наоборот, стимулировать, чтобы... Вот у нас налоговый режим функционирует до 29-го года, чтобы к 29-му году этот уровень доли ВВП, он вырос как можно больше, и чтобы появилась экспортная выручка. Если говорить теперь конкретно про экспортную выручку, тут, в принципе, опять же, макроэкономически понятно. Чем больше валюты заходит в страну, тем стабильнее курс, тем меньше инфляция, ну и последовательно... Ну, опять же, диверсификация экономики. Диверсификация экономики, да-да-да. Там очень много таких экономических последствий. Вот, если говорить конкретно про наших экспортеров, есть куча примеров, ну, чего греха таить, если вот 129 миллионов там разбивать структурно, какую-то львиную долю в прошлом году заняли майнеры. В принципе, там были статьи выходили, задавали вопросы. А депутаты прям такие, это проснулись, можно сказать. Проснулись, да, но с точки зрения законодательства оно само несовершенно. То есть, есть там вполне понятный пункт в приоритетных видах деятельности Астана Хаб, по которым можно заходить в налоговый режим. Там была вычислительная инфраструктура. Идеально подходит. По бизнес-процессам все идеально подходит, просто законодательство есть небольшой лаг, да, между тем, как ведет себя рынок и развивается, и тем, как поспевает законодательство. Вот этот вот как раз-таки лаг создался. Ну, и вот эти майнинговые компании зашли, нагенерили большой поток, скажем так, выручки, в том числе экспортные. Ну, я считаю, что это не так плохо, как бы выручка, экспортная есть выручка, просто сейчас это нужно все нормально узаконить, нормально обложить налогами эти компании, и чтобы это все приносило пользу стране. Вот. Если говорить про наши IT-компании стартапы, которые активно экспортируют, таких тоже, скажем так, немало. Да, есть специальные программы, которые стимулируют, вот у нас есть экспортный акселератор, называется Scalerator, там мы как раз-таки привлекаем экспертов, чтобы они рассказали, обучили, как делать им международные продажи, как продавать за рубежом. И привлекаем экспертов именно те, которые имеют опыт на тех или иных рынках, те, которые имеют нетворкинг там, потому что нетворкинг – это один из самых таких больших барьеров, ну, приезжает какая-то IT-компания из Казахстана. Вы кто вообще, да? Да, говорит, вот у нас такой-то продукт, он лучше конкурентов, купите нас, но, честно говоря, так бизнес не работает. Нужен нетворкинг, нужен тот, кто даст какую-то рекомендацию, откроет какие-то двери, сведет там и так далее. Вот. Есть вполне понятные проекты, которые экспортируют. Вот пару примеров приведу, тот же самый паркур. Они тоже активно работают за рубежом, сейчас, насколько я знаю, Мирхан в Штатах активно запускает проект. В Штатах, в Англии. Да. То есть это один из примеров. Есть также группа компаний Vardix. Они разрабатывают виртуальную среду для медицинских центров. То есть это виртуальные пациенты, где можно там проводить определенные обучения для медицинских работников. Тренажер такой, да, в виртуальной среде. Также у них есть там продукты для горно-металлогической там отрасли, ну и для других там в образовании и так далее. Вот, в принципе, они тоже активно инвестируют за рубеж. Это вот один из таких примеров ярких. Таких примеров можно перечислять много. Те, кто инвестирует так или иначе, экспортирует. Ну да, потенциально с учетом емкости нашего рынка, наверное, плохо тот стартапер, который не хочет выйти еще и за пределы там страны, да, просто потому что это и... У нас, знаешь, у нас рынок такой немножко обманчивый. Вроде бы население не такое маленькое, как, например, в Грузии или в Израиле, где заведомо понятно надо делать международный продукт и целиться на международные рынки. Но вроде и не такое большое, чтобы какую-то емкость тут заполонить, да, развернуться и капитализацию нарастить. Поэтому тут стартапы могут в такую небольшую ловушку попадать. Но сейчас уже многие понимают, они здесь выбирают площадку Казахстана как для тестирования своего продукта, оттачивания команды, бизнес-моделей, тестирования. Но в голове они хотят все-таки выходить в перспективе. Амбиции, все же. Амбиции есть, и это классно, мы такие только поддерживаем моменты. Ну, смотри, мы сейчас поговорили про миссию глобально, к чему вы стремитесь. Несколько так вскользь, да, упоминали, там, акселерация. Вот давай опять для тех, кто, как я в самом начале сказала, вдохновились и горят. Вот сейчас пошагово. Кто такие резиденты Астана Хаба? Что вы им предлагаете? Что делать, если не стал резидентом Астана Хаба, но хочется, да, к культуре стартапов, можно сказать, примкнуть, да, прильнуть? Вот расскажи подробно, да, мы с тобой несколько раз говорили про вот эту воронку. Если я там у самого края этой воронки стою, что мне доступно, куда идти, как записаться, сколько стоит, стоит или нисколько не стоит? На самом деле, да, вот именно по принципу воронки выстраиваем свою деятельность. То есть мы пытаемся захватить аудиторию на каждом уровне воронки, предоставить им необходимые продукты и сервисы, чтобы дальше у них возрос интерес, появились необходимые навыки, и они перешли дальше, конвертировались уже на более там созрелую стадию. Если говорить про самых начинающих, то здесь у нас есть образовательные программы. К примеру, школа стартапа. Это шестинедельный курс, где дается полный introduction, что такое вообще стартап-индустрия, как придумать идею, как провалидировать ее, как собрать команду, как сделать какие-то прототипы, первые продажи, ну и так далее, и так далее. Такой курс introduction, где человек, в принципе, уже понимает, ему это интересно, хочет ли он дальше развиваться или нет. Если говорить про другие образовательные программы, есть, к примеру, курсы школы no-code, то есть где ребята могут прийти, научиться программированию, делать прототипы без кода, без навыков программирования. Да, если ты не разраб, да. Если ты не разраб, да, ты не хочешь прям тратить год-два, чтобы уметь программировать, ты можешь научиться делать прототип буквально за несколько дней и начать его уже тестировать и монетизировать. Прототип имеется в виду и мобильные приложения, какие-то веб-сайты, сервисы и так далее. Вот, то есть такая школа есть. А вот эти две школы, как это работает? Это на какой-то конкурсной основе? Нужно иметь какую-то идею? Нужно подавать заявку, стоять в очереди? Минимальных порогов, порогов, порогов очень минимальный, порог входа, требований каких-то конкретных нету. Просто нужно следить за новостями, когда мы работаем по принципу потоков, да, несколько потоков в год проводим, допускаем абсолютно всех. Кто проявил желание, оставил заявку, он получает доступ к этой LMS-платформе, все содержится на LMS-ке. И в формате онлайн, в любое удобное для себя время может обучаться. Это вот курсы там no-code, курсы... Получается, если все онлайн, я там, сидя в Петропавловске, могу все пройти, да? Вообще без проблем. Вот, к примеру, школу no-code за последние два года прошло около 4 тысяч человек. Вау. И я с уверенностью могу сказать, что не все из них это люди из Астаны, из Алматы. Да, да, да. Это, ну, есть очень много региональных. Потому что мы очень сильно регионы подтягиваем к нашим программам, даем всем им доступы, всегда даем анонсы, что та или иная программа запускается. Ну, смотри, я прошла, получается, школу, получила понимание, как это работает, да, там, пошагово. Я получила конкретные прям навыки, можно сказать, hard skills в школе no-code. Теперь я хочу дальше, да, у меня, возможно, уже есть какая-то там идея, да? Я видела, у вас есть школа трекеров. Я сейчас прохожу, ну, это длинная история, ладно, я прохожу программу JazzCamp, тоже там венчурное предпринимательство. У нас есть трекер. Трекер для меня это такая вот, такой вот человек, который пишет, во вторник в 7 часов встречаемся и будем обсуждать. И потом, да, и она вроде как отслеживает наш прогресс. Я, если честно, вот буквально две недели назад узнала еще про это слово. Как это у вас работает? Как стать трекером, если я хочу стать трекером? Как мне получить пользу от этих трекеров? Ну, если говорить, продолжать говорить про этот слой воронки, да, то есть это мы говорим для тех, кто хочет там образовываться и получать какие-то навыки, создавать стартапы. Вот чуть про no-code я закончил мысль, да, вот по выпускника no-code у него есть развилка. Есть три разные опции. То есть он может пойти с этим навыком работать на какой-то стартап или IT-компанию. Тут мы ему предлагаем курс бета-карьер. То есть как упаковать свое резюме, как написать мотивационное письмо, как пройти собеседование, как найти интересные вакансии, как вести переговоры по заработной плате и так далее, и так далее. То есть, в принципе, закончив этот курс бета-карьер, человек может с легкостью найти стажировку или работу в IT-индустрии. В Казахстане. И в Казахстане, и за рубежа мы еще приглашаем зарубежных спикеров, те, кто работают в FUNK, ну, так называемые, да, вот эти вот большие топ-5 компаний. Вот, там ребята тоже рассказывают, как они так или иначе поступили туда. Кстати, вот выпускник бета-карьер, он получил удаленно стажировку во время пандемии на Microsoft, там в офисе в Сан-Франциско. То есть, ну, он стажировался удаленно. В принципе, вот такие интересные кейсы есть. Если говорить про другие опции, то он может запустить свой какой-то стартап. Ну, вот он научился делать приложение, там, за пару дней. У него есть идея сделать приложение, там, какое-то, не знаю, там, приложение, где можно, там, знакомиться с соседями. Он его запилил. Кажется, мне, это приложение сейчас в Казахстане называется WhatsApp. Да, да. Но есть, наверное, лучшая альтернатива. Да, как знакомиться с соседями условно, да. Он сделал прототипы, и дальше он уже выбирает, там, путь стартапера. Он приходит к нам в инкубационную программу, говорит, у меня есть идея, хочу ее там развить. Он заходит на инкубацию и развивает свою идею уже как фаундер стартапа. Вот. Если ни первый, ни второй путь ему не интересен, он не хочет ни на кого работать, не хочет делать стартап, он может продавать свой навык на ведущих фриланс-площадках мировых. Для этого у нас есть школа Freelance School. Мы там рассказываем тоже в онлайн-формате, на LMS-платформе, как работать на международных фриланс-площадках. К примеру, Upwork. Как регистрировать свой профиль, как упаковывать свои услуги, как выставлять цены, как делать заказы. То есть, этому мы тоже всему обучаем. То есть, в принципе, по каждому направлению человек дальше есть там следующий call to action, как дальше ему развиваться. Вот. Примерно так. Вы прямо заточены экспортировать человеческий IT-потенциал в Краме. Во всех направлениях, и в продуктах, и в трудовых часах, как фрилансеров там и так далее. Также вот, ну, те, кто, тем, кому нравится программировать, тут есть, ну, в принципе, на базе Astana Hub, это наши партнёры, школа Allem. Это ведущая мировая школа, очень уникальная. Она без учителей, без лекций, основана на формате peer-to-peer обучения. Искусственный интеллект выдает по мере твоего прогресса тебе новые занятия. Если что-то у тебя не получается, ты не знаешь, ты можешь peer-to-peer со своими соклассниками, скажем так, какую-то тему разобрать. И им за это даются дополнительные очки, таким образом стимулируя, да, вот этой геймификации друг другу помогать. Вот, здесь, в принципе, ну, школа Allem тоже на базе Astana Hub находится, обучение абсолютно бесплатно, и все курсы, все программы Astana Hub, они полностью бесплатны. Поэтому никаких там барьеров входа на эти курсы нет. То есть, по сути, даже безотносительно вот всей этой стартаперской тусовки, если вы хотите поменять там свою карьеру, если вы там хотите повысить свой доход, да, то есть, в принципе, все инструменты для того, чтобы с минимальным порогом входа можно было это сделать, да? Да, все инструменты, потому что наша там основная цель на этом этапе воронки создать вот эту вот критическую массу талантов, как IT-талантов, как талантов именно предпринимателей. Если говорить про IT, вот мы вот буквально, я думаю, в ближайшем времени, в течение месяца-двух, запустим так называемую программу TechWorda. Может быть, уже какое-то касание было. Это финансирование частных IT-школ, частных школ программирования для обучения физических лиц, для обучения граждан Казахстана. Это, грубо говоря, такое подушевое финансирование. Опять же, к 2025 году мы планируем выдать около 20 тысяч ваучеров. В этом году у нас там KPI стоит выдать не менее 2000 ваучеров. Вот. Как это происходит? IT-школы, школы программирования проходят там аккредитацию на базе Astana Hub, становятся резидентами, проходят аккредитацию, выставляют курсы, по которым хотят они обучать, и участвуют в алгоритме, который распределяют математическим путем, исходя из эффективности этих школ. То есть школа должна показать свою эффективность. Как она измеряется? Первое – это средняя зарплата ее бывших выпускников. Мы подтягиваем данные из ЕНПФ, чтобы было все прозрачно. Все максимально проверяется. Да. Ну и стоимость курса. Чем выше средняя зарплата и ниже стоимость курса, тем выше эффективность, тем больше шансов получить большее количество ваучеров. На меньшие деньги получаем лучший выхлоп. Да, лучший эффект. По такому принципу мы планируем в скором времени объявить эту программу, запустить ее. В этом году не менее 2000 ваучеров планируем выдать. То есть люди, которые до этого откладывали идею обучиться программированию по, может быть, финансовым причинам или по другим, сейчас самое время. Государство это все дело оплачивает, для вас это бесплатно. Вы только инвестируете свое время и усердие. А вы можете инвестировать в уроки программирования моего 11-летнего ребенка? А то я что-то вкладываю, вкладываю сюда. До дивидендов рукой не скоро подать. Ну пока это прямо рассчитано на тех, кто, так сказать, работоспособное население, от 18 лет и выше. Но для школьников, если в частности брать Назарбаев интеллектуальной школы, НИШ, у нас с ними есть очень хороший такой коллаборейшн. Программа называется Teenpreneurs. То есть это молодые стартаперы. Мы, получается, взяли школу стартапа, взяли какой-то объем материала из школы NoCode и сделали специальную программу для них. И десятки школ в этом году в мае, в июне выпустились, прошли эту программу Teenpreneurs. Был там прям демо-дэй в городе Актау. Наши коллеги ездили, сидели в жюри. Очень интересные были проекты, которые, честно говоря, мы не ожидали получить. Были призовые денежные вознаграждения. И первое место вот в этом демо-дне занял NFT-будильник. То есть школьник 10-го или 11-го класса создал NFT-будильник. То есть тренд NFT еще не так сильно зашел в Казахстан, но тут же продукты на базе NFT создаются. Уже создали, да. Да, поэтому очень огромное. Ты вначале отметила, что да, когда только хаб запустился, грубо говоря, все вот эти зерна, они были очень сильно доступны, да, в части критической массы. Те, кто, может быть, в нашу идею хотел, мы просто бросили там клич, они все сбежали из хаб. Но со временем, с годами мы начали понимать, что ручеек иссякает, уже массы не хватает стартаперов потенциальных. И мы начали выходить там на уровень выше, вот это вот по принципу воронки, да, и уже со школьной скамьи, с вузовской скамьи пытаться в эту массу, скажем так, обернуть вот эти вот IT-таланты. Поэтому вот так. Ну, смотри, окей, я поняла, что если я когда-нибудь захочу стать программистом или там почти программистом, да, то мне есть куда идти. Вот теперь мы с тобой входим в беседу. Несколько раз ты говорил, акселерация, инкубация. Во-первых, давай объясним, в чем разница, да, для кого это доступно. И возвращаясь к теме резиденты Астана Хаба, почему выпускников 4 тысячи, а резидентов тысяча, да? Как это работает и как им стать? Есть ли какой-то лимит? Окей. Хорошо, да, вот мы спустились как бы на уровень воронки ниже. Это те, кто уже готовы запускать свой венчур, да, там, свое предприятие. Есть программы инкубации, есть программы акселерации. В чем разница? На инкубацию заходят проекты на уровне идей. То есть тем, кому нужно еще опробировать эту идею. NFT-будильник. Да, может быть NFT-будильник. Собрать команду, выстроить какую-то бизнес-модель, начать тестировать. На акселерацию уже заходят те, кто, в принципе, уже нашел какое-то, да, уже у них есть прототип продукта, уже есть какие-то, может быть, первые пользователи, есть уже какое-то собранное ядро команды. Им нужно просто ускорить свое развитие, да, то есть чтобы юнит-экономика сошлась, да, это когда стоимость привлечения клиентов, она дешевле, чем заработок с клиентов. И чтобы уже дальше можно было масштабироваться свой проект, уже находить какие-то каналы продаж, заливать в маркетинг, ну и экспонтировать. Ну и по аналогии со школой, обе эти программы тоже получатся доступны, бесплатные и работают, но по точной основе, да. Сколько длится одно такое, одна такая программа, и опять, что для этого нужно? Да, я ранее отмечал, что программы Астана Хаб, они постоянно эволюционируют, мы собираем обратную связь, проводим анализ эффективности этих программ и стараемся какие-то новые элементы туда внедрить. Вот, к примеру, в 2021 году формат инкубации, акселерации, он видоизменился. То есть, если до 2021 года инкубация была, на чьей было понятное начало, понятный конец, трехмесячная программа, там был очень такой жесткий силобус, да, то есть контент-план, то есть серия воркшопов, консультаций, менторских часов, которые нужно обязательно стартапа получить, также было на акселерации. То есть понятное начало, понятный конец и строго регламентированный там набор образовательных мероприятий. По итогам проведения вот этих девяти потоков, да, инкубации, акселерации, провели анализ и стало понятно, что стартапам не всегда весь контент необходим. То есть им иногда не нужно ходить на те или иные воркшопы, потому что у них проблемы в других местах. Вот, поэтому было принято решение, да, сделать очень флексибл программу, непрерыв, чтобы она, во-первых, была непрерывно доступна в течение сего года, чтобы не было там каких-то ожиданий потоков, раз ты не попал, пытаешься на следующий, чуть-чуть это тормозит. Мы хотим как бы, ну, масштабно развивать проекты. И на одну программу, по крайней мере, попадало 15-20 стартапов. С 21 года запустили программу Techpreneurs. Это обновленная программа акселерации. Что она из себя составляет? Первое новшество, она идет непрерывно в течение года. То есть стартап может как в начале, так и в середине, так и в конце поступить. Второе новшество – это то, что там все работает по принципу шведского стола. Вот там есть набор базовых воркшопов по маркетингу, по команде, по другим, по продуктовым вещам. То есть все-все-все, как на шведском столе, воркшопы, семинары, консультации, часы трекинга и лежат. Ты просто себе выбираешь, модифицируешь именно ту программу, которая тебе нужна. И мы могли, у нас получилось эту программу масштабировать. То есть если раньше на акселератор попадало 20 проектов, сейчас у нас тех принерсий, на сегодняшний день, около 200. И все эти 200 проектов, они на ежедневной основе заказывают воркшопы, заказывают консультации, проводят совещания с трекерами, которые там смотрят за прогрессом, за развитием стартапа. То есть это очень такая флексибл программа. При этом в части, допустим, акселерации с Google for Startups, Silkway Accelerator, там мы решили подойти традиционным способом, потому что программа такая уникальная. Мы решили, что должно быть понятное начало, понятный конец. На входе должно быть ограниченное количество самых лучших. Где прокачаются, они и выйдут. Но при этом хочу отметить, что программа планируется очень долгосрочная. Впереди ждут новые батчи. Поэтому если кто из 330 проектов не попал в этот батч, не сдавайтесь, впереди времени еще много. Ну вот я прошла, уже все научилась ноу-кодить, прошла программу сначала инкубации, потом прошла программу акселерации. До IPO мне еще далеко. Вот между вот этим я выпускник программы акселерации и я единорог. Какой еще мой стартаперский путь? Как я ищу деньги? Я хожу на демо-дни, да? Что еще я делаю? На самом деле путь такой еще очень долгий. Но тем не менее на этом пути есть, скажем так, опять же, необходимые инструменты поддержки, которые мы предоставляем. Когда уже у тебя есть свой проект, есть свой стартап, есть там прототип продукта, уже какие-то первые пользователи продажи, когда ты уже начинаешь генерить какой-то кэш, в принципе, становится разумным, да, это все систематизировать в какое-то юрлицо и начинать пользоваться преференциями. То есть, как правило, здесь уже как и стартапы начинают входить в налоговый режим, где они получают налоговые преференции. Тут они хотят зарегистрироваться у вас, да. Но вы же не всех регистрируете. Я вот недавно знала, друзья говорят, вот нам отказали в Астана Хаби, не смогли стать их резидентами. Да, там есть, ну, приоритет. Так что вы всем там раздаёте. Нет, направо-налево не раздаём. Процедура, она, в принципе, понятная, структурированная. Есть 19 пунктов, это приоритетный вид деятельности. В каждом из пунктов должна быть IT-составляющая. Соответственно, если компания соответствует хотя бы одному или нескольким, она может уже подавать смело заявку. То есть подаётся заявка абсолютно онлайн, при помощи АЦП, не нужно там бегать с бумажками. Подаётся заявка, тут она модерируется, обрабатывается и отправляется на откуп независимой комиссии. То есть комиссия независимая тем, что эти люди с рынка, а с Ана Хаб, он влияние никого на них не имеет. То есть это эксперты из области IT, они разбираются в бизнесах, в IT-бизнесах, в технологиях, в IT-продуктах. И они могут, в принципе, вынести суждение, насколько данный проект соответствует всем необходимым параметрам. А они что, они пытаются какой-то потенциал рассмотреть? У вас есть какие-то минимальные требования? Или ты там одному из критериев соответствуешь? Есть базовые требования, то есть минимальные критерии. Также они смотрят на какой-то, ну, нам нужно сдавать бизнес-планы, они смотрят на масштабируемость идеи, на планы, на технологии, на бизнес-модели и так далее. Но в основном акцент идет на соответствии хотя бы минимальным критериям. Вот. Бывают, конечно, ситуации, когда комиссия разворачивает, не потому что это отказ, они отправляют на доработку. Необходимо, значит, еще какую-то итерацию применить, чтобы доработать и более там явно показать там весь свой проект. Поэтому на этом этапе, да, заходят, как правило, в налоговое резидентство, оно не для всех, не все хотят. Бывают там проекты, которые еще не генерят какую-то прибыль. В принципе, им не актуально, да. Почему ты говоришь, стартапов там больше, чем налоговых резидентов, да. Потому что стартапы, которые не генерят какую-то прибыль, им, может быть, и не нужно заходить, получить преференции. Конечно, там есть очень хорошие преференции по социальным налогам. Там очень сильно снижается социальная, да, вот эта нагрузка. Вот. В этой точке зрения там многим интересно. Они заходят. Вот. То есть они зашли уже, да, в налоговый режим, уже получается какая-то у них, ну, почти финансовая мера поддержки. То есть они экономят на деньгах. Также есть вот у Астана Хаба собственная программа финансирования, называется Seed Money. Там на стадиях уже, ну, более зрелых, когда уже у тебя есть market fit, твои продукты, есть первые пользователи, продажи. Также на этапе скейлка ты уже можешь, ну, генерить постоянно, да, стабильную выручку. Ты можешь претендовать на Seed Money, на финансирование от Астана Хаба. Ну, опять же, если только я резидент, правильно? Это не так, что я с улицы пришла? Ну, поучаствовать в конкурсе можно с улицы, если ты соответствуешь базовым критериям, но если тебе, опять же, берет комиссия и присвоит тебе возможность получить Seed Money, ты должен стать резидентом Астана Хаба. Это такое требование. Это финансирование, оно уникальное для нашей страны. Это и не грант, и не венчурное инвестирование. То есть, грант дают просто так, а венчурное инвестирование, как правило, там берут долю. Возвращаясь. Берут долю в проекте. У нас что-то посередине. То есть, мы работаем по модели Revenue Share. То есть, тот, кто получил Seed Money, он в течение трех лет должен платить 1% за пользование Seed Money от выручки. Именно от выручки. И 1% за то, что ты участник Астана Хаб. Это встречное обязательство. Таким образом, ну, это очень дешевые деньги по сравнению с венчурным финансированием. То есть, тебе не нужно давать долю. Это equity free. Так, кстати, еще про налоговый режим. Вот вообще, откуда эта программа Seed Money возникла у резидентов, которые получают налоговые преференции. Тут к вопросам, типа, почему они должны обнуляться и ничего не давать государству. У них есть встречное обязательство. Есть финансовые, есть нефинансовые. Расскажу, первую очередь, про нефинансовые. То есть, у каждого резидента есть обязательство вносить в пользу в комьюнити. То есть, у них в год 50 часов консультации должно быть по запросам, да, и минимум 4 каких-то ивенда, которые должны инициировать, провести. То есть, таким образом, это вот про школу Алима. Привел пример, когда peer-to-peer collaboration, когда ребята вовлечены друг другу помогать, это развивает целое комьюнити. Здесь принцип работает такой же, peer-to-peer collaboration, развитие комьюнити. Потому что в чем вот именно ценность хаба? Это площадка, которая объединяет в себе множество комьюнити. Ну да, да, да. Тут и стартапы, и IT-таланты, специалисты, и венчурные инвесторы. Ну, все это комьюнити объединяется в одной массе, и происходит нетворкинг, возникает какие-то новые идеи, коллаборации и так далее. Таким образом... Общественная нагрузка такая, пробона, да? Ты здесь резидент, пожалуйста, 50 часов. А что, как они используют эти 50 часов? Они консультируют, опять же, там, участников инкубации? Да, это любой, скажем так, участник нашей системы может запросить консультацию той или иной компании. К примеру, там, у тебя стартап, который связан с каким-то искусственным интеллектом. Ты смотришь, там, список резидента, видишь, что тут есть зрелая IT-компания, у которой уже, там, большой штат, множество продуктов, в том числе с искусственным интеллектом, которые уже, в принципе, собаку на этом съели, у них есть куча крутых специалистов. Ты можешь запросить у них консультацию, они тебе выделяют инженера, инженер рассказывает, как он те или иные нейронные сети обучил, выстроил и так далее. То есть, таким образом это работает. Ну, да, такая синергия. Резиденты. Круто. Ну, более опытные, там, скажем так, помогают, менее опытные, так это все работает. Если говорить про деньги, тут история, примерно, логика такая же. То есть, налоговые резиденты, они обнуляются по налогам, но при этом у них обязательство платить 1% в пользу Астана Хаба, 1% от выручки. таким образом уже накопилась там существенная сумма за годы существования налогового режима. И вы теперь все мани... И эту сумму, да, реинвестируется все это в Сидмани. Таким образом, там, большие кормят тех, кто поменьше, те, кто поменьше становятся большими, продолжают кормить. И так вот цикл этой системы работает. Да. Вот отсюда возникла программа Сидмани, которая, ну, работает по принципу уровень Ишера. Сидмани, но вот Сидмани, вы, получается, как это организовать? Какой-то конкурс среди выпускников акселерации, инкубации, и потом авторитетное жюри говорит, вот тебе чек на 500 тысяч тенге, а тебе чек на 5 миллионов тенге. Да. Вот, как я уже отметил, есть там две стадии Product Market Fit и Scale повыше. Любые стартапы не обязательно быть выпускником наших программ. Просто если ты любой стартап в целом, не только из Казахстана, но и из Центральной Азии, условно, ты можешь претендовать на эти деньги. Вот. Ты подаешь заявку, когда объявляется конкурс, там упаковываешь свой проект согласно формату бизнес-планы, питчдеки и так далее. Вот. Далее независимая комиссия. Когда я говорю про независимую комиссию, это, как правило, эксперты с рынка. Вот в Сидмане, например, сидят, ну, почти весь состав, это венчурные инвесторы. То есть это практикующие венчурные инвесторы, которые знают, что такое стартап, знают, что такое инвестиции, знают, с какими проблемами сталкиваются стартапы и знают, как их оценивать, что самое интересное. Таким образом, от независимой комиссии она отбирает, выставляет баллы и формируется рейтинг. Те, в прошлом году мы делали до Product Market Fit 10 миллионов тенге, для Scala 20 миллионов тенге. Это на всех? Это те, кто получил, в смысле, те, кто попал в топ-лист. В прошлом году профинансировано было 35 проектов. К сожалению, бюджет, он не резиновый, мы какую-то верхушку самых топовых по рейтингу, по проставленным баллам отбираем и им выдаем финансирование. Ну, вот, продолжая тему финансирования, мы когда с Михаилом записывали подкаст, мы там много говорили про, ну, как он к этому пришел, какая должна быть подготовленность у стартаперов, да, и когда мы очень сильно хотели поговорить про деньги, вот, создалось такое впечатление, что деньги очень не проблема, что вот в Казахстане идеи меньше, да, чем денег. Была бы крутая идея, а там финансирование под эту идею подтянется, в частности, в лице там ангел-инвесторов, да, что, он говорит, я не буду называть эти фамилии, вот, дети в Астана Хабе, они постоянно там тусуются, да, и ты там говорил, да, что это такой нетворкинг, такой треугольник, да, здесь, значит, руки, специалисты, здесь, значит, все эти идеи в виде стартаперов, и здесь люди, которые готовы в этот шок проинвестировать, да, то есть они там своим наметанным взглядом такие, ага, вот этот проект классный, я проинвестирую в него миллион долларов, вот как вы помогаете всем вот этим своим выпускникам, там, Петя, это Вася, у Вас есть миллион долларов, у Петя есть крутая идея, познакомьтесь, как формально это проходки, демо-дни, пич-дни, как туда попасть, как впечатлить, и какие ты, исходя из своего опыта, можешь дать наблюдения, советы, ну, опять же, Станахаб это площадка, тут мы даем знания, даем нетворкинг, то есть мы не можем взять стартап за ручку и ходить с ним, привлекать вместе с ним инвестиции, это задача предпринимателя, для этого на наших программах они обучаются, вот это самое главное, на самом деле, обучиться, как правильно структурировать свой пич, как правильно презентовать их инвестору, то есть самое главное продать, да, вот, скажем так, вот эти вот предложения инвестору, чтобы он вложился, то есть, потому что тоже были жалобы стороны, там, инвестиционного сообщества, что не всегда стартапы умеют пичить, это, в принципе, такая база, это там, нулевой класс, когда стартапы должны научиться это делать, в принципе, они обучаются, дальше, это доступ к, ну, к нетворкингу, в принципе, в Казахстане мы со всеми бизнес-ангелами, это, и венчурными фондами, мы очень тесно общаемся, приглашаем их на наши демо-дни, как вот ты уже отметила, проводим регулярные инвес-дни, то есть, стараемся проводить почаще, сейчас происходит где-то раз в два месяца, то есть, это что-то, что-то такое, мы отбираем заявки, те, кто хочет привлечь инвестиции, с одной стороны, там, 10 топовых стартапов, с другой стороны, привлекаем туда инвесторов, и они друг с другом по зуму просто питчатся, задают вопросы, обмениваются контактами, то есть, это такой ивент, где, там, одна сторона соприкасается с другой, уже возникает какой-то взаимный интерес, также тут проводится у нас, это вот, ну, больше такая, как подготовительная часть, пицца-пич, это, да, это мероприятие, которое собирает такое очень большое количество людей, там, 150-200 человек, просто за раз приходит, вот, мы думали, что там очень весело, круто, с точки зрения контента, там просто все любят покушать пиццу, вот, но пицца это предлог, это, на самом деле, прийти, пообщаться в неформальной обстановке, вот, и на этом пицца-пичи, как правило, отбирается стартапы, которые выходят, питчатся, приглашаем каких-то экспертов, которые дают обратную связь, это, дружелюбной среде, потренироваться, потренироваться, абсолютно, это, знаешь, это не то, что, типа, нужно ожидать от этого привлечения инвестиций, это просто тренировка, и тренировки нужны, потом, ну, вот, был, конечно, один кейс, приходил, Байжан Канафин, документолог, он сказал, я там проинвестирую в один стартап, ну, публично закоммитился, в соцсетях потом это осветили, то есть, у него возник интерес, он прям сразу на месте принял решение, конечно, это больше исключение, чем правило, но такой кейс тоже был, очень интересный, он подогревает интерес, да, вот, в целом этому событию. Кто-то очень хорошо пропитил. Да, а так, ну, тоже хочу отметить, что очень много входящих сюда запросов, в основных хаб, в том числе, с точки зрения, там, зарубежного сообщества, приходят послы зарубежных стран, приходят представители крупнейших организаций, там, донорских организаций, там, Всемирные банки, Берди и так далее, каких-то крупных технологических компаний, приходят представители венчурных фондов, как правило, мы им делаем здесь экскурсии, и просто на ходу мы можем сказать, а, это вот такой-то стартап, ну-ка, расскажи о себе, и он делает такой элевейтер-пич, там, буквально за минуту рассказывает, что за у него стартап, обмениваются визитками. Там, недавно приходили, там, профессора из Гарварда, которые делают тут исследования по Казахстану, мы тоже пригласили там определенные стартапы, те, кто, ну, тем, кому интересен, там, зарубежный рынок, рынок США, те, кто умеют хорошо говорить и пичиться на английском, они тоже запичились, обменялись визитками, и дальше это уже закладывает такое, знаешь, зернышко, чтобы они дальше коммуницировали, и... возможность вот эти зацепки, дальше предприниматели должны уже хвататься и идти сами к ним. Ну, да, вот ты упоминал бизнес-ангелов, вечерное финансирование, давай опять же, да, мы всегда это предполагаем, что никакой подготовки не надо, да, ты там пришел послушать подкаст, не нужно параллельно гуглить и искать, кто такие эти ангел-инвесторы. Вот, предположу, что я не, там, ноу-кодзер, да, который только-только со своей идеей, а я, наоборот, человек, у которого есть какой-то кэш, наличка, и я хочу не только фондовый рынок инвестировать или, там, десятую квартиру купить, я хочу еще инвестировать, потенциально стать, там, не знаю, будущей Сиквоя или еще кем-то, да. И криптовалюту тоже не интересует, да? Это все в портфеле есть, вот, дальше, что мне нужно, да? Во-первых, как это работает, там, не знаю, юридически, да, как встречаются эти два одиночества, один с деньгами, другой с идеями, опять же, на базе Астана Хаббата, раз ты говорил, что у вас, там, это все проется, и ангел-инвестор есть, Ангел-инвестор, это частное лицо, правильно? Как это работает? Вообще, это работает так, вот, в целом, если взять концептуально, да, рынок венчурных инвестиций, там, и у него какие-то ключевые игроки, да, это бизнес-ангелы, это частные лица, которые обладают определенным, там, количеством денег, которые готовы инвестировать в стартапы, венчурные, там, проекты, вот, также есть тут профессиональные венчурные фонды, те, те, кто имеет, там, целые команды, имеют большой у себя банк денег, да, чтобы инвестировать, вот, если брать, там, конкретно, там, нашу страну, да, в принципе, рынок венчурных инвестиций, он, эволюционирует органически, вот, я здесь, там, с Амирханом не соглашусь, в том плане, что нет, там, достойных стартапов, на самом деле, не всегда и денег нет, не всегда и нет, не всегда и нет, что, как будто бы, там, как раз, кэш более доступен, а, там, идеи, они, превалируют, да, предложение, предложение денег, я про это и говорю, да, я не согласен с тем, что, там, не хватает достойных стартапов или идеи, да, куда вкладывать, на самом деле, эти обе, там, они эволюционируют органически, каждый, там, проходит свой какой-то этап развития, но они плюс-минус коррелируют, иногда даже, у нас на рынке не хватает фондов на пассивной стадии, вот, если условно разложить, есть, там, стадия идеи, да, это, там, до 50 тысяч долларов, стартап проект, который просит, ищет до 50 тысяч долларов, как правило, они, тут как 3F, да, friends, family and foolish, fools, да, те, кто готовы инвестировать, вот, в стадию идей, то есть, в принципе, 50 тысяч долларов, такая подъемная сумма, это можно, там, какой-нибудь грант выиграть, у нас много, там, мер поддержки в Казахстане, разных программ, можно там зарезить у знакомых, друзей, семьи, там, свои какие-то накопления выложить, да, далее идет предпассивная стадия, это, как правило, уже там, от 100 тысяч долларов, до 500 тысяч долларов, чеки, тут уже активно начинают действовать бизнес-ангелы, ну, и какие-то венчурные фонды, у которых есть мандат на предпассивную стадию, здесь, как правило, у стартап-проекта есть какой-то MVP, какой-то прототип продукта, который он должен протестировать, найти свой маркет-фит, уже какое-то есть, закладывается ядро команды, да, то есть, какие-то ключевые игроки, которые занимаются вот этими вопросами, вот, далее уже после предпассивной стадии идет пассивная стадия, она, как правило, там, оценивается от 500 тысяч долларов до 3 миллионов долларов, это средние цифры, везде по-разному, тут уже есть, как правило, рабочий продукт, как правило, уже есть первые или стабильные продажи, есть уже какая-то масса пользователей, тут, опять же, есть некоторые бизнес-ангелы, ну, на рынке Казахстана они тоже довольно известны, те, кто и по миллиону долларов вкладывает в проекты, и больше, и венчурные фонды, вот, а также есть, далее уже идут так называемые серии, да, там, серия А, Б, С, вот, тут уже работают венчурные фонды, уже заходят сюда private equity фонды и так далее, вот, как будто бы сейчас у нас, вот, как я оцениваю, состояние, очень много тех, кто финансирует на стадии идеи, на стадии предпассивной, пока не очень-то много тех, кто финансирует на пассивной стадии, ну, чеком там, среднее миллион долларов и выше, они есть, но их не так много, вот, ну, и, соответственно, нет тех фондов, которые могут, ну, профинансировать и 10 миллионов долларов, и 15, в принципе, проекты, да, их там десятки, ну, десятину, да, но нет таких фондов, кто мог бы проинвестировать в них уже ту сумму, которая нужна для масштабирования, для экспансии на какие-то зарубежные рынки, вот, поэтому проблема в том, что нет стартапов, ну, я бы даже сказал иногда, что венчурные инвесторы, они еще пока сильно консервативны, если сравнить там с зарубежными рынками, с западными рынками, даже с российским рынком, да, когда там еще все было хорошо, там, в принципе, были более агрессивные инвестиции, там толерантность к риску, она была вот такая, честно, низкая, там иногда даже шли на такие очень рискованные сделки, в принципе, засеивали поле, да, вот этих стартапов деньгами, и выживаемость, соответственно, была быстрее, вот, в частности, сидмани проект, он для чего создан? Для того, чтобы, условно, стартап дожил до какого-то равного инвестиций, вот, поэтому, вот, примерно такая ситуация, если говорить про конкретно, ну, бизнес-ангелов, то есть, людей, которые хотят инвестировать, кстати, у нас есть, там тоже была школа венчурного инвестора, с 2018 года мы ее проводили, три года подряд, где-то выпустилось порядка 150 человек, то есть, это люди, заинтересованные венчурном инвестировании. И вы хотите, как оценивать, как рассматривать потенциал, да, как увидеть, да, в этом худеньком мальчике, который тебе сейчас в джинсах пичит, будущего там, ну, да, это такой, знаешь, интенсивный, трехдневный курс, там, по 4-5 часов в день, мы просто в целом даем introduction, что такое вообще венчурное инвестирование, чем оно отличается от классического, там, рисками, там, доходностью, в целом прогружаем, какие бывают стадии проектов, какие чеки, на что смотреть, на что оценивать, как смотреть команду, как смотреть технологии, как смотреть, как понять, правильно оценили объем рынка или неправильно, или там завышение какое-то идет, также есть там юридические аспекты, какие есть виды структурирования сделок, там, например, это конвертируемый займ или какой-то там покупка в уставном капитале, то есть, это такой интенсив, который прогружает вот в эту всю тематику и в целом у человека спускало это впечатление, вот у меня есть там 30-50 тысяч долларов, я готов их инвестировать, что мне там, что мне предстоит пройти, чтобы дойти до заключения контракта, в принципе, этот курс об этом говорит, вот так же на рынке очень сейчас в Казахстане развивается вот именно клубы бизнес-ангелов, это когда уже опытные бизнес-ангелы объединяются в какие-то сообщества и коллективно голосуют с деньгами, это называется синдицированные сделки, вот, это все, конечно, зависит от внутренней политики, да, вот этого клуба, вот я знаю там российские кейсы, когда в одном из клубов бизнес-ангелов было принято, там условно состоит 10 человек, к примеру, если кто-то один из членов клуба голосует 50 тысяч долларов, другие, они не делают due diligence, не делают оценку проекта, они могут закрытыми глазами просто его по-пацански, да, поддержать, это, ну это на доверие, конечно, строится, вот, возможно, в наших клубах бизнес-ангелов примерно так и происходит, потому что очень сильно важна репутация, когда голосует человек с репутацией, в принципе, там уже перепроверять не стоит, вот, и к примеру, если стартап там рейзит на предпоседной стадии 200 тысяч долларов, ну понятно, для одного человека бизнес-ангела это чуть-чуть, скажем так, ну это да, столько денег в одну корзину, столько денег в одну корзину, да, поэтому лучше в пятером скинуться по 40 тысяч, заложить, разделить риски, зато ты можешь там оставшийся свой там капитал, который ты выделил, еще посеять в другие. Только некое подобие диверсификации в вечерном финансировании, да, но тогда хорошо, а там, наверное, есть какие-то свои правила джентльменские, да, там, с какой суммой ты можешь себя называть, да, я бизнес-ангел вообще-то? Ну, если брать казахстанские, не знаю, какие у них пороги входа, но там, я думаю, что должен прилично обыдывать приличной суммой денег, ну приличные в масштабе там среднестатистического казахстанца, это может быть сто тысяч, сто пятьдесят тысяч, но опять же, должны быть не последние деньги, которые ты условно продал квартиру, вложил в стартап и думаешь, хоть бы через там три месяца их обернул. Пожалуйста, пожалуйста, не прогори, да. Да, то есть нужно, здесь очень важно понимать, что венчурные там инвестиции, они отличаются своей высокой рискованностью, то есть риски очень велики, плюс цикл сделки, он, как правило, там пять плюс лет, то есть и зарабатывает венчурный инвестор не на дивидендах, как это принято там на фондовом рынке, да, там или еще где-то, или там на вложении там в недвижимость, там или на депозит, где у тебя там в следующем месяце начинают тикать какая-то, какие-то дивиденды. Тут ты должен ждать определенного, определенный цикл, там несколько лет, пока стартап не вырастет в своем масштабе, не вырастет в оценке и туда не зайдут там новые инвесторы, которые оценят по более высокой оценке от стартапа и будут готовы выкупить там твою долю с доходностью там x5, x10, x20 и так далее. Поэтому тут очень нужно там важно понимать, что цикл сделки запастись терпением, да. Плюс еще такой момент. Если повезет, компания дорастет до IPO, поднимет там очень много денег и ты составляешь своей долей там из этой сделки выйдешь, да. Конечно, из этой сделки там x100, x1000 можно сделать, да. Поэтому тут очень важно, когда инвестируют вот именно в эту сферу, вот эту вот специфику понимать. Для этого, в принципе, школа бизнес-ангел существует. Ну и в интернете очень много курсов, там объяснений, в чем ключевое отличие. Поэтому рекомендация такая, не нужно там на последние деньги, да, инвестировать в стартапы. Если есть какой-то там, ну, диверсифицированный портфель, есть какой-то там объем, наверное, ответили, да, себе на вопросы, как делать, что делать, пройдут школы стартапа, обретут все там инструменты. И, в принципе, главное, чтобы были, наверное, там, мозги и вот эта страсть, да, чтобы ты горел своей идеей, там, был готов по ночам проводить зум-колы с Америкой и прочие страдания, да, на которые, наверное, на какой-то период времени стартаперы себя обрекают. Давай, напоследок, скажи, пожалуйста, вот нашим слушателям, какой вот для них месседж, да, ты хочешь донести, как вот управляющий директор, исходя из вашей миссии, исходя из ваших планов, исходя из всего того, что вы здесь делаете, чтобы они хотели, чтобы ты хотел до них донести сегодня. Да, я бы хотел пожелать вам верить в то, что вы делаете, будь то вы инвестор, который вкладывает в венчурные, там, индустрию, в стартапы, будь то вы стартапер, который, там, пришел с новой идеей или реализует уже свой проект, верьте в то, что вы делаете, не бросайте, не останавливайтесь, потому что индустрия такая очень тяжелая на самом деле, дохождаемость до какого-то понятного результата, она очень низкая и, как правило, доходят до конца те, кто не сдавался. Это вот любого, если послушать, успешного предпринимателя и наших казахстанских и зарубежных, самое главное качество — это не сдаваться. Поэтому желаю вам верить в это, не сдаваться и идти к своим мечтам и целям. Никогда не сдавайте. Ура! А, и подожди, еще один вопрос. Вот мы записываем в такой классной у вас студии, и я несколько раз была у вас в Астана Хабе, у вас такой очень классный а-ля Google коворкинг. Давай вот такой по скрипту для слушателей. Как этот коворкинг работает, как здесь в вашем офисе засесть? А, да, я говорю, у нас настолько много там разных программ, что тяжело вот это вот все в один час упаковать. Вот, к слову, да, те, кто проходит, те стартапы, те проекты, которые проходят наши программы акселерации, образовательные программы, они могут получить тут место бесплатно. то есть главное показывать те, кто получили места, показывать трекшн. То есть, к примеру, если вы зашли там на стадии MVP, вы не можете здесь сидеть очень вечно, находясь на одной и той же стадии, да, у нас политика такая, что ты должен показать трекшн, трекер должен оценить, что ты вырос за этот период, и мы тебя переводим на следующую стадию, например, product market fit, и ты продлеваешь, да, свое местонахождение здесь. Если ты не вырос, ну, сори, освободи место тому, кто растет, кто хочет расти, там, и так далее. То есть, когда я здесь по коридорам Астана Хаба хожу и на ваши эти, любуюсь ваши места, не просто так они сидят, да, они реально показывают прогресс, и за это вы им даете такие эти... Даем абсолютно бесплатно, это очень хорошая экономия по меркам там, арендных ставок в Астане, я думаю, это такая существенная экономия, которую можно впустить в маркетинг, нанять дополнительно у кого-нибудь крутого программиста или там, маркетолога, и так далее. Слушайте, ну, если после этого эпизода вы со своими идеями не начнете свой стартап, не знаю, у вас просто закончились все отмазки, так что давайте записывайтесь на Астана Хаб в Инстаграме, у них очень много, я посмотрела, и пицца, пич, и вообще очень много мероприятий, и в будни, и в выходные, вы большие молодцы, вот, давайте удачи в вашем стремлении, пусть все получится и к 25-му году, и к 30-му году, вот давайте, удачи. Спасибо, спасибо за такой коллаборейшн, мне очень понравилась, такая приятная беседа, Фома Дома, вашему подкасту, желаю увеличение количества слушателей, чтобы вы эту ценность, которую вот вы несете, чтобы она доходила до людей, чтобы они эти знания применяли и в практическом русле приумножали свое благосостояние, свои финансы. все, Круто.